Всем привет! С вами Надежда на моем канале Страничка Надежды. Сегодня у нас будет такое распаковочное видео. Мне пришло большое количество посылок. Я что-то догадываю, что там в принципе. И если вам интересно, оставайтесь со мной. Я вам покажу, расскажу что-то новенькое. Не знаю даже с чего начать. Но давайте с чего-то маленького, чего я подозреваю. Что это? Это оно и есть. Первая посылка. Здесь написано от руки. Соль с Мертвого моря. 1 кг. Вот такая посылочка. Соль с Мертвого моря. Решила заказать. Попробовать, что это за соль. Вообще-то я искала соль. Просто морскую соль. Но меня поиск вышел, вывел на соль с Мертвого моря. Но я пишу, что она обычного размера. На вкус, как обычная морская соль. Не поваренная. Я потому что, когда готовлю, я не использую никакую соль. Кроме как морской соли. Ну, какой-то, в общем, хорошую. Или там розовая, гималайская. Или еще какая-то. Вот. Такое написано было, что она... Что соль не... Как не обработана. То есть, не добавлено в нее ничего для развыхления. Чисто вот морская соль. Я очень довольна. Сколько мне это стоило, я не помню. Бумажки здесь нет. Сейчас я скажу. А, нет, если скажу, то совру. Ладно, не помню. Если кому-то интересно, задайте вопрос в комментариях. Я поищу, сколько это стоило мне. И если интересно, могу дать ссылку на эту соль. Я ее покупала на сайте ebay. Я там все покупаю. Так, дальше посылка была связана одно с другим. Что-то такое непонятное. Непонятное. Сейчас посмотрим. Приятно, когда заказываешь и даже не знаешь, что там. Что это такое? Еще что-то может быть такое, а? Вот у меня память куриная. Заказываю. Даже не помню, что я заказываю. Что это? Я немножко спешу, чтобы вас, так сказать, не отнимать у вас время. Это пришла тарелочка для нашего ежика. Ежик сейчас спит у нас. Вот эта клетка для ежика, это для него тарелочка пришла. Так, а это что это? Такое ощущение, что там что-то жидкое. Что, что может быть жидкое? Я вот ничего жидкого не заказывала. А, перекись водорода. А почему она вместе с этим? Или это просто почтальон, наверное, соединил веревочкой? Потому что на один адрес она пришла вот в такой вот картонной трубе. Интересной, чтобы, видимо, не разлилось. У нас обычный перекись водорода для использования в еду. То есть не техническая. Вот, Hedrogen peroxide называется по-английски. Им можно горло полоскать. Ну, не чистым, разбавлять его. Также его я использую для растений, потому что скоро будут посадки. Очень удобно. Если кто-то поранится, какая-то ранка или порез, его можно обработать. В общем, трехпроцентный. Вот такой вот здесь даже лифлетик, который написано, почитай перед использованием. Тут предупреждения, видимо, разные. Потому что у нас в Англии, я не знаю, может, в каких-то других городах по-другому, но в Англии, в нашем городе, я перекись водорода не могу купить нигде. Было две аптеки, где иногда набывала, но там перестали продавать. То есть ее нигде просто не купишь. Но благодаря ebay можно купить. Так, следующая посылка непонятной формы. Что это такое? А-а-а, я знаю, что это. Как вы знаете, скоро сезон. И кто смотрит мой канал, знает мою проблему большую. Проблема слезняков. Проблема слезняков. Что слезняки у нас настолько буйствуют, что ты можешь высадить рассаду, и за одну ночь ничего не останется. Все съедят. За одну ночь. Я поэтому, когда высаживаю рассаду, я всегда выхожу на улицу ночью уже в темное время с фонариком и с вилкой. И, в общем, давлю этих гадок, которые съедают мой урожай. Это такое бедствие в Англии. Потому что можно использовать какую-то химию, но я не хочу, я же потом это буду кушать. Поэтому я заказала такую вещь. Не знаю, будет она работать или нет. Как-то оно... Вот такая вот баночка, да. Вот так вот. Получается, здесь наливаешь пиво. Накрываешь, чтобы сюда дождь не попадал. Ну, потому что иначе нальется вода, и просто уже будет не пиво, а вода. Пивная вода. И закапываешь вот так вот. И по идее, по идее, по теории, слезники должны пить это пиво. Становится пьяным и топит, тонуть в этом пиве. Но это как бы в теории. Вот. Заказала я таких, по-моему, слишком много. Мне так кажется, я сейчас думаю. Потому что заказала я их пять штук. Пять. Заказала их пять штук. Но я не знала, что в каждой упаковке по две. То есть у меня их десять. А может, я десять заказывала? Да, по-моему, я десять заказывала. Нет. Да, десять заказывала. Вот четыре здесь еще. И вот пятая упаковка. Да, десять. Десять вот таких ловушек. Они называются по-английски Слизняковые пабы. Ну, то есть пабы-то там, где пиво продают. Вот это паб для Слизняков. Вот такая посылка. Так, следующая. Что-то такое непонятное. Квадратной, плоской. Упаковки. Заказываю я все. Стараюсь все, что я заказываю. Я заказываю с Англии. Бывает что-то с Китая, но в основном все с Англии. А, лаврушка пришла. Лаврушка. Сколько здесь? 200 грамм. Лаврушка, причем органическая. В принципе, как и соль морская, которую я заказала, она тоже органик. Ну, как бы не знаю, соль может ли быть органик. Наверное, в том смысле, что в нее ничего не добавлено, кроме соли. И лаврушка тоже органическая. Вот так вот. Поменяла батарейку на камере, а то она сдохла. Так, следующая посылочка у нас. Почему их две? Когда заказываю что-то по интернету, у меня такое бывает, не часто, но бывает. Я, бывает, не обращаю внимания, что в упаковке две штуки. И вот, заказала вот такой вот. Сейчас открою, покажу. Оказывается, там два шло. Ну, ладно, не важно. Пригодится два. Это вот такой вот. Сейчас покажу. Ага, вот как отстегивается. Смотрите, если куда-то ехать за границу, ну, в смысле, путешествовать куда-нибудь, можно вот так прицепить, поплотнее сделать. Вот так вот. И под рубашку. То есть оно здесь все тоненькое, такое, плоское. Видите? И сверху можно что-то одеть. Или, например, под футболку, под рубашку. И сюда можно какие-то деньги или паспорт, или что-то положить. Правда, надо сказать, не особенно большие. Вот сюда можно паспорт положить, да? В общем, какие-то ценности сюда положить можно. И спокойно ехать, что тебя как бы, ты не потеряешь нигде, тебя никто не ограбит. В общем, вот такой вот кармашек. Называется он Travel Pocket, по-моему, называется. Для путешествия. Таких вот два. Теперь у меня таких два. Потому что мы планируем путешествовать. У меня много планов. И по Англии, и не только по Англии. Поэтому я пока не рассказываю об этих планах, потому что это пока планы. И чего не болтать? Когда уже будет решено, куплены будут билеты, тогда я вам расскажу. Следующая упаковочка. Все немножко влажное, потому что на улице был дождь. Поэтому упаковка влажная. Ага, еще один. Такой же кошелечек, который можно положить паспорта. Сюда, может, документы, паспорта, карточки, деньги. Не знаю там. Ну, все, в общем, какие документы нужно. Все можно туда положить. Такая вот сумочка. Небольшого размера. Вот, чуть больше руки. В которой много очень отделений. Вот здесь даже отделение есть. Сюда вот паспорта могут влезть легко. Сюда можно какие-то деньги положить. Если они сюда поместятся. Если у вас небольшая пачка. Если много пачек, то не поместятся. Вот. Ну, сюда какие-то карточки можно. Какие-то там нужные вещи, которые нужны в путешествиях. В общем, такие кармашки. Тут вон даже для ручки есть. Да, я вижу вот такая штучка для ручки. Сюда можно ручку впихнуть. Все, в общем, что надо в дороге. Что было с тобой. А какая-то. И последнее большое. Ага, это тоже подарок ежу. Это кошачий наполнитель. Потому, как я говорила, кто помнит, кто смотрел видео про то, как мы этот домик собирали. Я говорила, что мне вот эти вот деревянные опилки не очень понравились. Потому, что когда берешь ежика, ты его поднимаешь и вместе с этими опилками. И они на пол просыпаются. Поэтому я решила, что я поменяю все. У нас такой вот наполнитель кошачий. Он тоже сделан из дерева. Ну, такие, как гранулы. Такие, как колбаски. Поменяю там, в общем, все. И еще, к тому же, мне два человека в комментариях писали о том, что я неправильно прикрутила ножки. И только, когда мне написали, я поняла, что да, действительно, я неправильно их прикрутила. Я их приделала к дну. А надо было, как бы, к каркасу к самому. В общем, когда мы будем менять там опилки, может быть, сегодня, не знаю, посмотрим, может быть, сегодня будем это делать, я это все переделаю. Вот так вот. По-моему, это 10 или 15 килограмм. Сколько стоило, тоже не помню. Если вас интересуют какие-то вещи, которые сегодня я показала, вы пишите мне, я вам ссылку пришлю на ebay. Там все есть. Также хочу с вами поделиться. Нашла йоркширский мед. Йоркширский мед, который мы купили вчера на местной ферме. И очень приятно, потому что это местный мед здешний. Не знаю, насколько его качество хорошее. Всех пчел кормят сахаром, поэтому качество, наверное, ну так. Просто то, что продается в магазине в Англии, вообще есть невозможно. Просто невозможно. Есть меда, я потом перепробовала каждый мед, вот на полке какой стоит в супермаркете, я каждый перепробовала, искала. Ничего не нашла. И покупала в польском магазине или русский, или польский мед. Он еще как-то, его можно есть. Вот. А сейчас нашла вот такой вот йоркширский. Будем пробовать. Кстати, некоторые меда, которые продаются в супермаркетах, они, вот ты просто берешь в рот, и ты понимаешь, что это вообще не мед. Это какой-то жженый сахар. Просто обман. Причем большие фирмы, знаменитые фирмы, которые все англичане покупают. Я не знаю, как люди на это не обращают внимания, но там реально не мед. Просто не мед. Ну, может быть, там ножку положили мед, но там ни запаха, ни вкуса вообще нет. Вот. И мы нашли вот такой мед, йоркширский. Не знаю, насколько он будет хорош. Этот мед, как же это растение, хитро называется по-английски, вот так. Здесь просто вокруг нашего района, есть заповедник. Большой, огромный, он на пол-англии заповедник, и там растет вот эта вот травка. Она небольшого роста такого. Не травка, это как кусты. Сиреневого цветочка. Не знаю, как вам это описать. Но, в общем, мед очень должен быть ароматный. Не знаю, сейчас попробуем. Я его раньше покупала в Шотландии. Да, пахнет, это он. Но, надо сказать, шотландский мед, мне кажется, он сильнее пахнет. Сейчас я принесу ложечку, хочу попробовать просто. Вот это растение, хитро, он, этот мед некоторым людям не нравится. Вот у меня старший сын. Ммм, вкусно. Да, вот это мед, это вкусный мед. Я очень довольна, потому что мы съедаем меда очень много. И в чай, и в молоко, и просто так, и на хлеб, как мы только его не едим. Сейчас попробую второй. Ммм, этот обычный. Ну как, вкусный, но вкуснее, чем в магазине. Но этот, конечно, более ароматный. Это написано, летние цветы, из летних цветов. Вот так вот, такой прозрачный мед. А этот мед, он такой более загустел. Ну, вот такое вот сегодня у меня видео. Про посылочки, про покупочки. Еще раз говорю, если вы чем-то заинтересовались, перекисью водорода или где я покупаю... Я, кстати, заказала еще очень много приправ. Такие, которые я использую каждый день. Но, чтобы не покупать их в супермаркете, потому что они намного дороже в супермаркете, я заказала на ebay, органические, хорошие, если не ошибаюсь, из Индии. Наверное, буду долго идти. А может быть, какой-то поставщик, который здесь уже как бы... То есть, специи, может быть, из Индии, но они, может быть, находятся в Англии, я не помню. Но факт в том, что они органические, хорошие, их много, и они намного дешевле. Ну, то есть, сразу не оптом, конечно, но большим мешочком, и поэтому дешевле. Но пока не пришло. В общем, вот такие вот у нас сегодня покупки. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. Задавайте какие-то вопросы. Спрашивайте вопросы. Если есть какие-то вопросы по тому, где я его купила, где эта ссылка нужна, если я могу дать. Я рекламу не делаю на своем канале. Ну, пока что у меня нет рекламы. Может, в будущем она и будет, но пока ее нет. Вот такая вот бесплатная реклама. Если вам что-то нравится, пишите. Я вам пришлю ссылку. Всем пока. С вами была Надежда. До новых встреч. А где эта укатилась, которая от перекиси водорода? Куда она укатилась? А, вот она. Вот она банка от перекиси водорода. Пока ее так поставлю. Так, теперь это все надо убирать здесь. Субтитры сделал DimaTorzok